Учебный видеокурс веб-дизайн для школьников. Занятие номер 2. На первом занятии мы установили локальный сервер с помощью сайта Denver.ru. На этом занятии мы установим программу Adobe Dreamweaver KS55. Для этого перейдем на сайт компании Adobe. Зайдем на вкладку Web Premium. Выберем продукт Dreamweaver KS55. Выберем вкладку Пробная версия. Выберем язык Русский. Нажмем кнопку Скачать. На компьютере установится программа Adobe Doveload Assistant. Нам необходимо создать Adobe ID в этой программе, чтобы скачать Adobe Dreamweaver KS55. Вводим адрес электронной почты. Вводим пароль. Повторяем пароль. Повторяем пароль. Нажимаем кнопку Создать ID. Далее вводим Adobe ID адрес электронной почты и пароль. Нажимаем Вход. Выбираем продукт для веб. Выбираем место установки на компьютере. Началась загрузка программы. Объем файла 402 МБ. В зависимости от пропускной способности канала, время загрузки будет колебаться от 10 до 20 минут. Программа загружена на компьютер. В той папке, в которую мы установили файл программы. Нажимаем два раза на значке программы установки. Идет извлечение файлов. Прочитываем лицензионное соглашение. Выбираем язык. Нажимаем кнопку Принять. Выбираем Установить ознакомительную версию. Выбираем язык. Нажимаем кнопку Далее. Нажимаем Установка. Выбираем папку. Началась установка программы на компьютер. После установки запустите программу из меню Пуск. Далее откройте на диске файл, который находится в папке Занятие 2, в подпапке HTML. Называется Index.html. Здесь нам представлен шаблон веб-сайта. И вы можете подробно его посмотреть в программе Dramweaver. Как видите, файл разделен на части пунктирными линиями. Это таблица, в которую вставлены изображения и тексты. Таблица позволяет легко форматировать наш сайт. И мы можем посмотреть, что находится в каждой клетке таблицы. Вот в этой клетке в верхнем левом углу находится изображение, которое включает в себя логотип компании и ее название. Далее в клетке находится изображение, в котором находится надпись «Последние новости компании». Чуть ниже находится изображение, на которых обозначены ссылки на различные страницы сайта. Далее идет изображение и текст о компании. Видите, каждый текст помещен в свою клетку. Это текст в изображении, это текст, который введен символами. Изучите сайт и посмотрите, как он формируется. То есть таблица формирует сайт. Для просмотра сайта в браузере нажмите на обозначение земли и выберите браузер. Как видите, в браузере таблица не отображается, но все изображения, которые вроде бы разрезаны таблицей, они объединены в одно целое. И мы видим, как будто это одно целое все изображения. Здесь вот это клетки таблицы с различными изображениями вставлены. А они видны, как одно целое. На этом мы закончим наше второе занятие. На третьем занятии мы установим программу Adobe Photoshop, в котором мы изменим название ссылок на страницы. Приглашаем посетить наш видеоблог, в котором вы ознакомитесь с учебными курсами по различным программам, которые проводит наша видеошкола. Продолжение следует...